Смотрите сегодня в программе! Wild Life Park 2 Это продолжение весьма неплохой экономической стратегии, вышедшей два с лишним года назад. Игра предоставит вам возможность создать свой собственный парк дикой природы. Call of Jores В самом начале игры вам кратко расскажут весьма странную историю о золоте предков и главном герое Билли Кендели. Несколько лет назад его с позором прогнали из города. Company of Heroes Игра повествует о подвигах солдат-десантных войск США во время Второй мировой. Наверняка многие из вас сразу зададутся вопросом, ну неужели снова? Ответ неоднозначен и да и нет. Lion Age 2 Игра сильно затягивает и очень сложно перестать играть. Может пройти несколько лет в попытках выйти из нее и все равно вернетесь. Это еще одно подтверждение успеха Lion Age. Lion Age 2 Привет! Это программа FAC. Программа о компьютерных играх, в которой мы обязательно отвечаем на ваши вопросы по прохождению и даем советы. Я ее ведущий Борик. Дождались постоянные посетители нашего форума. Сегодня мы расскажем вам о еще одной онлайн-РПГ. Но о ней позже. А начнем мы с игры Call of Dioris. Это экшен и вестерн-шутерн в одном флаконе. Как и в любом шутере, задача в этой игре одна — убить всех. В самом начале игры вам кратко расскажут весьма странную историю о золоте предков и главном герое Билли Кендели. Вам придется пройти небольшое обучение, в котором вы узнаете об основных особенностях игры. Как взаимодействуют персонажи, как от них скрыться и как пользоваться оружием. После этого вы, наконец, попадете в город, где достаточно быстро начнет разворачиваться основной сюжет. Когда вы попытаетесь стащить револьвер у местной куртизанки, к вам в комнату ворвутся несколько головорезов. Момент достаточно пикантный. Они решили, что вы проникли к ней без очереди и начнут палить, не щадя патронов. С этого момента спокойной игры практически не будет. Игра разработана силами польской компании Techland. В России распространением занимается 1С. В продажу игра поступила 15 сентября 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор. 3 ГГц. 1 ГБ оперативной памяти. 256 МБ видео. И 2 ГБ на жестком диске. Сложно сказать, что сюжет и геймплей очень захватывающие. Но что-то в этом есть. Атмосфера Дикого Запада, оружие того времени, все это интригует. Особенно, если вы мало играли в вестерны. А когда от вашего выстрела из винтовки смачно отлетит первый местный пандюга, вы с еще большим рвением начнете изучать этот процесс. За геймплей мы ставим 4 балла. Дело в том, что это не первый вестерн в этом году. И только жанром заинтересовать уже не получится. Но вот что можно оценить на твердые 5 баллов. Это графика. С уверенностью можем сказать, что большинство из вас будут как минимум полчаса изучать всю красоту игры. То, как сделано окружение. Насколько четко. Как сделаны люди в игре. Как все это взаимодействует. И насколько масштабная работа проделана. Да что там полчаса. Каждая новая локация со своими особенностями. И неосознанно обращаешь на это внимание. За графику ставим 5 баллов. Хотя можно пожаловаться на недоработанное взаимодействие объектов. Например, ящик можно полностью засунуть в стену. И еще пару слов о звуке. Каких-то недочетов не обнаружили. Во время игры вы будете слушать приятные мелодии. Правда, они не сильно подходят для вестерна. Но хорошо вписываются в игровой процесс. Персонажи озвучены хорошо. И диалоги слушать интересно. Опять же, можно сравнить с кино. Получаются небольшие постановочные сценки. За звук также ставим 5 баллов. В итоге, об игре можно сказать так. Call of Juarez заинтересует вас своей картинкой. Это однозначно. Также игра понравится тем, кто давно не играл или вообще никогда не играл в вестерны. Наша общая оценка игры 5 баллов. Если вам надоело играть в однотипные шутеры, да еще и в стиле вестерн, то Call of Juarez понравится вам хотя бы из-за графики. Она настолько захватывающая, что словами не передать. Чего стоит только одна фишка с изменением четкости объектов, находящихся на разном расстоянии от вас. А видеоролики это вообще кино в перемешку с реальностью. Очень красиво. Если вы с этим согласны и у вас есть вопросы по прохождению, тогда смотрите дальше. Мы ответим на любые вопросы, присланные по почте, и поделимся своими советами. Первый вопрос. В начале игры после спуска с горы Билли замечает старикан. Там надо подождать, пока старикан уйдет, и стырить пушку. Но старикан не уходит. Помогите. Отвечаем. Просто спрячься за дерево, тебе выплывет подсказка о том, как можно выглядывать из-за укрытий. Потом спрячься за телегу, потом в кустах и пробирайся к домику. Зайдешь сбоку, поставишь ящик, залезешь на крышу и вуаля, пушка твоя. Следующий вопрос. Хелп. В эпизоде, где Билли находит три могилы и там нужно сдвинуть камень. Все обошел, но так и не понял, что надо делать. Отвечаем. Разворачиваешься ко входу в церковь, откуда ты пришел к могилам. Лезешь на стену по камням у левой стены, прыгаешь на треснувшую крышу, с нее на холм с крестом впереди. Идешь вперед до поворота направо, с помощью веревки перепрыгиваешь на другую сторону, идешь направо по холмикам. Немного позже, после акробатики, когда залезешь в соко, хватаешься за дерево веревкой, раскачиваешься и прыгаешь на камень. Дальше все будет просто. И последний вопрос. Ребят, я в эпизоде с поездом за монаха. Когда мне дали снайперку, я не могу понять, куда нужно подняться и куда стрелять. Помогите. Отвечаем. Надо просто обойти поезд с другой стороны. Знаете, поиграв во второй Wildlife Park, вы поймете, что самый занятой человек на свете – это директор зоопарка. Но суета и заботы будут с лихвою вознаграждены. Увлекательные сценарии перенесут вас в самые экзотические и красивые уголки мира. Продуманная экономическая модель сделает игровой процесс логичным. А тщательно выполненная анимация животных и растений порадует не только любителей компьютерных игр, но и настоящих зоологов. Wildlife Park 2 – это продолжение весьма неплохой экономической стратегии, вышедшей два с лишним года назад. Игра представит вам возможность создать свой собственный парк дикой природы. Главной целью оригинального Wildlife Park было всяческое ублажение посетителей и, конечно же, удовлетворение нужд четвероногих и пернатых. Ведь без должного ухода все ваши источники дохода могли банальным образом умереть. Основным недостатком первой части игры была примитивная графика. В сикле разработчики из BL Life исправили этот недостаток, а также расширили возможность геймплея, добавив около 50 видов экзотических животных и более 100 новых объектов. Релиз игры состоялся 30 июня 2006 года. В России издательством занимается компания «Новый диск». Локализованная версия Wildlife Park 2 появилась на прилавках магазинов 5 октября 2006 года. Системные требования. Процессор с частотой не менее 2 ГГц, 512 МБ оперативный и 64 МБ видеопамяти. На жестком диске игра занимает 1,5 ГБ. Факты говорят сами за себя. В нашем распоряжении огромное количество построек, возможность изменять ландшафт и вид почвы, сложные экономические цепочки, проведение маркетинговых и рекламных акций в своем зоопарке, а также целая энциклопедия животных. Причем каждый из них имеет множество параметров. Например, минимальная численность стада, климатические условия, тип почвы и, конечно, еда. Некоторые животные безумно прихотливы, но зато и интерес посетителей к ним больше. Единственный минус – монотонность миссии. На каком-то этапе даже хочется, чтобы произошла какая-нибудь катастрофа или эпидемия. Одним словом, игра, несмотря на свою узкую направленность, будет интересна всем поклонникам экономических стратегий, но недолго. Четверка с геймплей. Что касается графики, то она ничуть не уступает, а зачастую даже превосходит второй Zoo Tycoon от Microsoft. Ясную погоду сменяют грозовые тучи и ливень. А управление камерой очень напоминает ту, что была в градостроительном симуляторе City Life. Вы можете запросто прогуляться по своему зоопарку с видом от первого лица, а в следующее мгновение уже смотреть на свое детичье с высоты птичьего полета. Одним словом, графика Wild Life Park 2 никого не оставит равнодушным. Пятерка. Игра, посвященная миру дикой природы, не могла обойтись без участия главного зоолога страны. В русификации принял активное участие ведущий программой в мире животных Николай Дроздов. Именно под его чутким руководством игроку предстоит изучить повадки диковинных зверей и построить для них идеальный заповедник. Благодаря Николаю Дроздову игра получает пятерку за звук. Пожалуй, это лучший интерактивный зоопарк за последнее время. К тому же не лишенный сюжетной линии. Так что игровой процесс не будет сведен к монотонному заколачиванию денег. Wild Life Park 2 получает, может, и не очень твердую, но все же пятерку. Да, наверное, почти каждый ребенок в детстве мечтает стать хозяином собственного зоопарка. Но дети даже не представляют, сколько всего необходимо знать и уметь, чтобы управлять таким вот уголком живой природы. Wild Life Park 2, как ни странно, далеко не самая простая экономическая стратегия, в которую нам приходилось играть. Поэтому прямо сейчас мы и дадим несколько советов, чтобы вам было легче разобраться в этой, на самом деле, увлекательнейшей игре. Первый вопрос. Зачем нужен дрессировщик, который постоянно ходит рядом с животными и машет какими-то палками? Ответ. Через какое-то время, если вы ничего не будете менять, шкала интеллекта ваших зверей повысится, и некоторых из них можно будет продать за большие деньги в цирк. Вопрос. Как вырастить динозавра? Ответ. Внимательно приглядитесь к поверхности карты, на которой вы играете. Иногда удается найти останки древних, давно вымерших животных. Если такое случается, срочно строите лабораторию и относите кости туда. В итоге ученые, поколдовав над останками, выдадут вам какого-нибудь тиранозавра. От посетителей не отобьетесь, обещаем. Вопрос. Как напоить умирающих от жажды антилоп? Ответ. В этой миссии есть только один способ спасти животных. Воспользоваться инструментами, изменяющими ландшафт. Необходимо прокопать небольшую канаву, по которой вода потечет в нужном направлении из находящегося неподалеку пруда. Смотрите во второй части программы. Lion Age 2. Игра сильно затягивает и очень сложно перестать играть. Может пройти несколько лет в попытках выйти из нее, и все равно вернетесь. Это еще одно подтверждение успеха Lion Age. Company of Heroes. Игра повествует о подвигах солдат-десантных войск США во время Второй мировой. Наверняка многие из вас сразу зададутся вопросом «Ну неужели снова?» Ответ неоднозначен. И да, и нет. Смотрите во второй части программы. Company of Heroes. Игра повествует о подвигах солдат-десантных войск США во время Второй мировой. Наверняка многие из вас сразу зададутся вопросом «Ну неужели снова?» Ответ неоднозначен. И да, и нет. Lion Age 2. Игра сильно затягивает и очень сложно перестать играть. Может пройти несколько лет в попытках выйти из нее, и все равно вернетесь. Это еще одно подтверждение успеха Lion Age. Игра повествует о подвигах солдат-десантных войск. Говоря о Company of Heroes, нельзя не отметить тот уникальный факт, что разработчики из компании Relic сдержали буквально все свои обещания. Судя по всему, люди, создавшие Homeworld и Warhammer 40,000 Dawn of War не привыкли бросать слова на ветер. В итоге я с удовольствием представляю вашему вниманию, пожалуй, лучшую стратегию в реальном времени за последний год. Игра повествует о подвигах солдат-десантных войск США во время Второй мировой. Наверняка многие из вас сразу зададутся вопросом, ну неужели снова ответ неоднозначен? И да, и нет. С точки зрения сюжета, безусловно, Company of Heroes мало чем отличается от однотипных Rush for Berlin, Moscow to Berlin и прочих. Но то, что разработчики из Relic Entertainment сделали с геймплеем, поднимает игру на качественно новый уровень. Вы окажетесь в самом центре боевых действий на Втором фронте. Ощущите небывалую силу, отвагу и храбрость солдат, определивших судьбу всего человечества на годы вперед. Благодаря системе физических расчетов в реальном времени и полностью разрушаемому игровому окружению, вы можете быть уверены, что ни одно из сражений в Company of Heroes не пройдет дважды по тому и тому же сценарию. Строение естественной препятствии можно использовать против врага, разрушать все, что угодно, изменяя поле боя по своему усмотрению. Кроме того, игровой мультиплеер поддерживает до 8 позиций при игре по локальной сети. Локализацией Company of Heroes в России занимается компания Buka Entertainment. Официальная дата выхода игры 12 сентября 2006 года. Системные требования Pentium 3 или Athlon XP 2 ГГц. 256 МБ оперативной памяти и DirectX совместимая видеокарта класса GeForce 3 или Radeon 8500. И будьте внимательны, игра не поддерживает видюхи на базе NVIDIA GeForce 4MX. Что касается геймплея и общего ощущения, то больше всего Company of Heroes похожи на, вы не поверите, в тылу врага. Полная разрушаемость всего окружения, управление на уровне тактических боевых расчетов, крайне умные и самостоятельные коллеги с искусственным интеллектом. Одним словом, игра дико интересна. Начинается все с того, что небольшой отряд американских десантников приземляется где-то в глубоком фашистском тылу с целью провести разведку местности. И в случае надобности расчистить дорогу для союзнической бронетехники. Но, как обычно и бывает в таких ситуациях, первые же пять минут этого, казалось бы, плевого задания превращается в натуральное побоище. В общем, твердая пятерка разработчикам за геймплей. Говоря о внешнем виде, сразу хочется отметить то, что в Company of Heroes использован новейший физический движок Essence, который обеспечивает беспрецедентные для стратегии в реальном времени уровни графического исполнения и физического реализма. То, что творится на экране во время арт-обстрелов, несравнимо даже с экшенами. Такого реализма в жанре РТС, пожалуй, еще не было. Безоговорочная победа. Пять баллов за графику. Звук, понятное дело, не отстает. Вообще, Company of Heroes — это самый настоящий блокбастер в игровой индустрии. Все великолепно, реалистично и вроде как даже со смыслом. От взрывов закладывают уши, пули свистят так, как будто готовы вылететь на вас прямо из монитора. А гул самолетов может запросто заставить вас паниковать. Так что здесь Company of Heroes на высоте. Пять баллов за звук. По большому счету, глобальных отличий Company of Heroes от главного отечественного хита в тылу врага всего лишь два. Во-первых, большой упор на тактику, и во-вторых, гораздо более приятный внешний вид. Но все же это отдельная игра, и самый главный ее плюс — собственная необычная атмосфера. Company of Heroes — это круглый отличник. Company of Heroes и в самом деле лучшая, но не единственная. Почти одновременно с ней на прилавках магазинов появился злейший конкурент — в тылу врага 2. В этой игре все то же самое. И вторая мировая, и массовые побоища, и тактические вылазки, и более чем современный движок. В общем, кто из них лучший, решать, конечно, вам. Но одно можно сказать с уверенностью. Осень 2006-го поклонники РТС запомнят надолго. Для тех же, кто сейчас играет в Company of Heroes, мы подготовили несколько полезных советов по игре. Вопрос. Как лучше всего прикрыть артиллерию? А то постоянно остаюсь без воздушной обороны. Ответ. Старайтесь ставить пушки в зону обстрела пулеметных расчетов. Отпадает необходимость оставлять рядом пехоту. Еще пулеметчики могут стрелять бронебойными патронами. От танков, конечно, не спасет, но легкую технику покрошит. Вопрос. Как быть с вражескими саперами? Ни разу не получилось заложить мину так, чтобы ее не нашли. Ответ. Тут нет никакой хитрости. Запас мин не ограничен, поэтому классик нужно пока не надоест. Тогда точно кого-нибудь да подорвешь. Вопрос. Как бороться с техникой, если не хватает противотанковых пушек? Ответ. Если приходится совсем туго, то советуем бросать в танки динамит. Но действуйте с предупреждением, поскольку взрывается он не сразу, а задержкой в несколько секунд. И еще один последний совет. Не засиживайтесь долго на одной позиции, артобстрелы вам этого не простят. А сейчас мы расскажем вам еще о одной массовой онлайн-РПГ. Постоянные посетители форума, наверное, уже догадались, о какой игре пойдет речь. Lineage 2, или просто линейка, это одна из самых популярных и интересных игр. При разработке игры основной упор был сделан на реалистичность трехмерного мира и захватывающие бои, чтобы сделать достойную конкуренцию другим мирам. Лучшим доказательством успеха этой игры служит ее популярность во всем мире. Смотрим. Вселенная Lineage носит гордое и непонятное название Аден. Этот мир, как и его история, были проработаны еще в первой части игры, которая вышла в 2001 году. В общем, этот мир очень похож на другие онлайн-РПГ. Здесь также присутствуют классы и подклассы таких существ, как эльфы, темные эльфы, орки, гномы и люди. Сюжет второй части игры — это предыстория первой Lineage. Эти события происходят за 150 лет до истории первой части. И наверняка по внешнему виду своих персонажей вы сразу догадаетесь, что эта игра была разработана на Востоке. Разработчик — компания NCSoft Corporation. В официальную продажу игра поступила 28 февраля 2004 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,4 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, видеокарта класса GeForce 5700 или Radeon 9600 и 10 ГБ на жестком диске. Перейдем к нашим оценкам. В первую очередь мы оцениваем геймплей. Так вот, как и любая качественная массовая онлайн-РПГ, линейка затягивает именно геймплеем. Все остальное — это что-то вроде бэк-вокала для солиста. Во вселенной Lioned Age существует 5 разумных рас. Также есть подклассы. У каждого персонажа есть 6 основных характеристик. А еще куча видов оружия, магии и огромный мир. Но не это главное. Главное здесь — это игра, общение и взаимодействие с реальными людьми, с огромным количеством людей, с людьми со всего мира. И, конечно, практически полная свобода действий. Геймплей однозначно оцениваем на 5 баллов. Что касается графики, то она и сейчас выглядит вполне достойно. Все сделано великолепно. Сменяется время суток. Деревья качаются на ветру. Огромное количество анимаций. Одежда и броня — это полигональные модели, одетые на модели персонажей. Они просто скины. Не будем забывать, что игра вышла уже больше двух лет назад. А для того времени это была очень хорошая картинка. Поэтому за графику мы также ставим 5 баллов. Надеемся, вы согласитесь с нами. Озвучка также оставляет только приятные впечатления. Вы только представьте. Все то, что мы перечислили — расы, магия, пейзажи — все это имеет свои звуки. Каждый город, каждый район — все звучит. И по-разному. За звук также нельзя поставить оценку меньше 5 баллов. Работа проделана колоссальная. Наверняка вы уже догадались, какой будет общая оценка игры. Перечислять все прелести или останавливаться на каких-то определенных не имеет смысла. Но хочется заметить, что высокая и твердая оценка Lioned Age 2 на 5 баллов обусловлена не только силами разработчиков, но и жанром самой игры. Если бы это была не массовая онлайн-РПГ, вся хвала геймплею запросто могла не дотянуть до пятерки. А графики звуку обязательно нашлись бы придирки. Рассказать о массовой онлайн-РПГ за несколько минут — это не сказать ничего. Лучше сами попробуйте. Но должен вас предупредить. Любая подобная игра сильно затягивает. И очень сложно перестать играть. Может пройти несколько лет в попытках выйти из нее. И все равно вернетесь. То же касается и Lioned Age. Это еще одно подтверждение ее успеха. А сейчас на примере линейки мы расскажем вам пару советов для тех, кто вообще не играл в онлайн-РПГ или впервые начал. Начать стоит с выбора сервера. Есть два основных направления — ролевые и PvP. В первом случае вы будете нормально развиваться и играть в рамках сюжета. А на серверах PvP во главу процесса ставится не сюжет и само обыгрывание своей роли в этом мире, а свободная игра друг с другом и использование этого мира. Например, за пару часов вы сможете прокачать 40 уровней и 78. PvP сервера подойдут тем, кто многого добился и кому уже скучно играть по обычным правилам. А чтобы вжиться в мир второй линейки и разобраться с основными вопросами, вам придется потратить не один день и, наверное, даже не месяц. Поэтому больше общайтесь с другими игроками, общайтесь в игре, на форумах, заводите знакомых и друзей. Только так вы сможете все познать и решить практически любую проблему. Наверное, единственная сложность в начале игры — это другие игроки, а точнее так называемые ПК или плеер-киллеры, убийцы других игроков. Это такие страшные, крутые изверги, которые напьются у вашей кровушки, и ничего с этим не поделать. Удачной вам игры, но помните, реальный мир намного интереснее. На сегодня все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faqsobaka.musdifistv.ru И я обязательно отвечу. И еще чаще заходите в наш форум на сайте Муз ТВ в раздел «Фак». Я жажду общения с вами. До скорого. Играйте, но не переигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok